1, 2, 1, 2, 3, 4 Виталька 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 А що це таке? Так, Віталік, у мене до тебе серйозний розговор Мама, второй раз в армію я не піду Яка армія? Поїдеш на літо к дедушке, побудеш там місяця два Подожди, а чого так довго? Потому що мені треба поубирати, у тебе в кімнаті Ну, мама, я ці обої розрисовував цілий год, а ти візьмеш і знову поклеїш нове Це не чес Так, Віталік, хватить розговарювати Бери сумку, я положила туди все необхідне Бутерброди, одєжда Так, подожди, а де солдатики? Ти шо, думаєш, тебе мама вообще солдатики в першу очередь? Ладно, пока Деда, деда О, Наташа, Наташенька Поехали со мною Куда? В село, к дедушке Нам там ніхто не буде мешати Віталік, я вот смотрю на тебя, і мне хочеться, щоб нам уже кто-то помешав Все равно ты будеш моей, даже если мне придется продать всех солдатик Мене звать Віталіка Тебе як? Їфросиня? Маруся, може Галя Женя Женя А у тебе був секс на сеновале? Нет Иaksimя не було Намек поняла? Конечно поняла Ти давай, ёжджай на сеновал Подготовь там все Ну, а я уже подъеду Хорошо Если шо, я на деревне у дедушки Жду тебе на сеновале Хорошо Давай Привет, дед, это я. Ну, здравствуй. Подожди, я что-то не понял. Ты что, не рад меня видеть? Вообще, честно говоря, после прошлого приезда твоего я надеялся, что ты вообще не приедешь. Ты что, обиделся из-за этого сарая? Ну, сколько раз можно повторять? Я его подпилив случайно. И вообще, в тебе сарая может быть много, а внук один. Ага, вообще-то у меня внуков четверо, а сарай один был. Ну, ладно, раз ты уже приехал, давай переодевайся. Ого, а мы что, сейчас пойдем купаться, да? Чипу, подожди, ты что, пригласил телочек? Ну, деда, ты даешь, молодец, не ожидай. Какая речка, какие телочки. Переотевайся в рабочую одежду, будешь мне помогать. Вообще-то я приехал сюда отдыхать. Днем отдыхают только лодыри и бездельники. Ну, и нормально, у меня это вполне устраивает. Слушай, Виталик, иди в курятник и собери яйца курильного. Ладно, ну, а знай, что это я делаю тебе удовлетворение. Да. Да, конечно, повезло тебе. Ты один, а кур 10. Мені б так с тюлочками. Ой, я тебе умоляю. Понятное дело, что справишься. Так, если что, я в углу. О, Евгеньевна, чушь, на тебе помидорчик прямо с грядки сегодня утром. У тебя грядка? Нет, у меня просто внук в селе живое. Иногда передачки на автобусе передает. И ты что, до него в гости ездишь? Да что я там забыла в том селе? Ты что? Да там же скукотень вообще. Интернета, значит, нет. Виталик. Ты что, снова про тюлочек думаешь? Ты что такой? Я же просил тебе картошку накопать. А ты что? Ну, шо, я начав купать. И представив, шо, занимаешь любовью с Наташей. А тепер оце стою и думаю. Це, если я буду заниматься любовью с Наташей, то шо, я буду представлять, як я купав картошку? Прикольно. Привет. А хочешь большой чистой любви? А кто же не хочет-то? Класс. Тогда приходь вечером на сеновал. Большую и чистую не обещаю, но маленькая и быстрая будет точно. Хорошо. Приду. Класс. Вот в селе люди попроще. Сразу соглашаются. Я хочу жить в селе. Виталик, пошли кормить кроликов. Да, я бы их лучше всех съел бы. Нет. А, ты про кролики? Странные животные эти кролики. Вот запрешь их в клетке, а через год 10 штук. Ой, ну ладно. Запри мене в клетке с тюлочкой и удивишься, сколько нас будет через год. Шо? Иди на орле траву. Кролям. Привет. А хочешь поковыркаться на сеновале с красивым умным парнем? Ну, а кто этого не хочет? Хочу. О! Тогда приходь сегодня вечером на сеновал. А красивый парень точно придет? Понятное дело. Сто процентов. Ага. А знаешь, я собі в селі хатинку купила. А хочешь бы, Дановна, я тебе до себе возьму? Конечно, хочу, Евгеньевна. Ну, ты добре. Утка в мене є, цепурка в мене є, лаешься ты, як собака. Так ты мені топай. О! Віталик! Шо? Ты смотри, какой у меня красавец. Кого? Васек! Хе-хе! Иди сюда. Под Новый год зарежу. Вовсмэр, я коза зарежу. Вася, біжать тобі надо. Щас я щось придумаю. Так, держи батон. В батоні напільник, поняв? Кадай дедушка уснёт, перепіляй спеки і біжи. Тобі главное добратися до станції, а там на поїзд і на Одесу. Якщо вдруг с тобою хтось буде розговарювати, мовчи, особо не світысь, поняв? А там уже із Одеси на корабль і до Турції. А там уже вашого брата не їдять. Хе-хе-хе-хе, ну давай. Можеш, і свідімся кода-та. Пока. Берём огурчики, помідорчики, кабачки без гемеон. Всё домашнє, натуральне. Генівна, як тобі не стыдно вратись? Куди домашнє, коли у тебе нема свого огорода? У мене підгороду вся спальня виділена. Помідори ростуть у коридору. Огурчики в туалеті добре розпускаюся. Вкусно. О, Шарик, привет. Шарик, помолодел. Раньше їли ноги волочив, а щас такий крепкий. Виталик, це не Шарик, він давно ж здог вже. Да? Да. Я извиняюсь. Слушай, а давай по 50 грамм. Давай. Хоть я не знаю. Я давно вже бензин наспирь не пив. Ну так я себе бензин не предлагаю. А що? Що тебе мама запрещає піти? Шампунь? О! Не знаєш що? Давай вып'єм за то, щоби... З нами ніколи не було траплів. Ну, щоб ми всігда були в тренде. Ага. А ты красавець, продвинутый. Хм. Ну, воняє. Слухай, давай лучше шампунь. Ну, черта не понимає. Ну, все. Хто последнюю убирает? Я пошел. Буду за хатой. Не поняв, що це за приколи. Якийсь кидал. Я тоже вживцю. Шарик, тобі не повезло. Я, звісно, не знаю, як ти це будеш убирати, але, по-моєму, дедушка ясно сказав. Віталій! Іди сюди! Віталій, ти не знаєш, куди дзелся Васю? Васьюк. Ну, час тому назад був здесь. Да, я помню, но я в шокі. Слушай, ну не може он сам перепилить дверні петли? Ну, конечно, не може, но він здесь свиня, деда. Значить, уму хтось допомагав. А куди він бежав? Я не знаю, но я чув, що, якщо свиням казати, що їх зарежуть, то вони пугаються і вбігають на север. Сначала до Москви, а потім в Фінляндию. Шо? Так в Википедії написали. Слышала? На переезде панду поездом збила. Ну, може, хоть теперь сельсовет поставит зима форшла. Ну и что? Думаю, что-то придет на этот твой сеновал. Понятное дело. Вся схема работает всегда. Я пригласив трех, одна по-любому придет. Ну, тогда нужно приглашать штук двадцать. Ой, ладно. Привет. Пришла. Ну, а чего же не прийти? Любви-то хочеться. Да, да, хочется. Давай, залізай до мене. Привет. Сейчас, секунду. Деда, тут вот всем такое дело. Ты мог бы где-то часик погулять? Ну, часик-то я загнулся, минут десять. Виталий, а ты мог бы погулять где-то? Она ко мне пришла. Так, подожди, сейчас, подожди, сейчас, подожди. Отлично. Ну, деда, от тебя я такого не ожидал. Сколько гулять? Минут десять? Да точно. Часа три минимум. Вообще-то я обещал не поджигаться, Рай. Но нельзя так поступать с внуком каждый раз, когда он до тебя приезжает. Ну, говорят, что старость не радость. А я, когда буду старым, то у меня будет и радость, и дом, и тёлочки. Хотя нет, тёлочки, я надеюсь, будут раньше. Редактор субтитров А.Семкин